Более 12 миллионов работающих россиян получают зарплату ниже прожиточного минимума, в лучшем случае на уровне. Такие данные в конце октября опубликовал Росстат. Ребят, это ж в какой стране, с какой мощной экономикой мы живем? Подробности дальше начинаем. А прожиточный минимум сегодня это 10 тыр. Если перевести данную сумму в доллары, что-то около 170 баксов получается. А дальше мне просто стало интересно, в каких же великих государствах в мире уровень зарплаты находится в тех же пределах. Вы знаете, нашел я такие данные. Мы между Камбоджей и Непалом. На этом, впрочем, я не успокоился и решил прикинуть, какой процент россиян зарабатывает такие деньжища, а 16% на минуточку. То есть 16% работающих у нас живут как в Камбодже. Мы реально великая страна. Ну, коллеги, ну это неправда. Ну что, платить-то больше стали. Правда, Дмитрий Анатольевич. Тогда покажу вам один ценник из народного магазина «Перекресток» в Москве. Ни с рублевки, нет. Из обычного супермаркета, расположенного по адресу проезд Дежнева 21. Это спальный район на севере столицы в Отрадном, почти у МКАДа. Плотность миллионеров там 0,1 на 1 квадратный километр, но не в этом дело. Итак, помидоры оливовидные, красные. Цена за килограмм 9999 рублей. Слушайте, как здорово. Но все-таки даже те 16% работающих российских камбоджийцев могут себе позволить эти помидоры. А это «Реальная журналистика». И сегодня о наших мощи и величии. Поехали! Ну, а если серьезно, вот вы знаете, когда я, видя все, что я каждый день вижу, слушаю наших патриотически настроенных аналитиков, и они мне рассказывают, что наш главный конкурент в мировой экономике – это США, у меня начинается истерический смех. Страна, в которой 16% граждан получают зарплату, как в Камбодже. В которой, как в Камбодже, живут пенсионеры и бла-бла-бла. И эта страна на полном серьезе считает своим главным конкурентом государство с мощнейшей экономикой мира. Вы шутите? Знаете, сценка сейчас из КВН вдруг вспомнилась. Суть там такая. Некая занюханная телекомпания, вообще занюханная. Хамомники ТВ, производственное совещание. Главный редактор. Друзья, на повестке дня у нас сегодня два вопроса. Как обогнать по рейтингам Первый канал и где взять деньги на Ксерокс. Впрочем, главное ведь верить, верно? А в Госдуме, Счетной палате и Совете Федерации, между тем, уже начали подготовку к празднованию Нового года. И я вам доложу по-серьезному. Так, ребята начали там к этому событию готовиться. Согласно информации, которую удалось нарыть моим коллегам из УРАРУ, недавно на сайте госзакупок был размещен заказ на приобретение алкоголя для госучреждений. Разместил заказ управ делами президента. Итак, для слуг народа прикупили виски стоимостью в 273 тысячи рублей за бутылку, коньячок, он чуть подороже, 450 тысяч, Сухое белое вино, урожай 2005 года, это правда дармовое, всего 90 тыр за единицу. Жемчужиной коллекции стало красное сухое. Романы Конти тоже 2005 года, полтора миллиона бутылка благородного напитка стоит. А с другой стороны, ну могут себе люди позволить, все-таки народу великой страны служат. Че им, советским шампанским, что ли, подбой курантов, ой, простите, наслаждаться, да не дай бог, производства московского ВШК? К тому же бюджет на 18-е и 20-е годы вполне себе позволяет слегка потратиться на маленькие удовольствия. Он, правда, тоже обещает быть дефицитным, ну то есть дырявым, но не настолько, как в году текущем. Экономика за последний квартал росла 2%, инфляция 3%, нефть с 44 долларов в прошлом сентябре поднялась до 55, и теперь уголь дает плюс 6 в этом году, газ 12, зерна вроде бы 132. Я сидел и думал, если так неплохо, то почему 36-й месяц подряд народ продолжает нищать? Почему каждый десятый ответил, что ему не хватает пенсии и зарплаты на питание? Почему треть уже не могут обновить свой гардероб? Да жадные, потому что и потом не все так плохо. Вон пенсионерам сказали 3,5% добавят, бюджетникам чего-то тоже процента 3, ну и везде, короче, по зернышку, в общем, живы будем, не помрем, ну а теперь давайте и в Люди сходим. Вологодская область, город Белозерск. Здесь уже вторую зиму подряд замерзает 76-летняя пенсионерка. В прошлом году во время сильных холодов лопнул насос, подававший в ее квартиру воду в радиаторы отопления. Радиаторы, естественно, тоже в результате размерзлись. Короче, вся система теплоснабжения накрылась медным тазом. Зиму старуха обогревалась в прямом смысле подручными средствами. Летом вроде как должны были отремонтировать все это дело, но не отремонтировали. И вот на дворе уже следующая зима, бабка по-прежнему замерзает. А как перезимовали? А вот так. Господь, видно, сохранил меня. Да, кошки меня. Мне кошка ночами застыла. Ребят, 21 век на дворе. Мы все граждане великой страны, одной из стран-лидеров в мире. А старуха слышали, да? При помощи кошек обогревается. Прелесть какая. Кстати сказать, квартира, в которой эта бабуля проживает, является жильем социального найма. То есть она муниципальная. И за все, что в этой квартире происходит, отвечает муниципалитет соответственно. Впрочем, какой муниципалитет так и отвечает. Кстати, мне удалось выяснить, в чем там конкретная проблема. Просто стоит тот насос, который накрылся, 30 тысяч рублей. И этих денег у администрации не нашлось. На винишко для слуг народа ушли, подозреваю. Хотя, знаете, сегодня не хочется о грустном. О величии ж нашим говорим. Вот и давайте продолжим о величии. Покажу вам сейчас одно кино. Главный бредоносец нашей страны в своей программе на прошлой неделе выдал. Ребят, если кто не видел, вы должны это посмотреть. Итак, 79% не смотрят новости по телевизору. Как результат, 79% слушателей Эхо кажется, что люди вокруг них стали агрессивнее. Еще 72% стали чаще испытывать тревогу. Для тех, кто не понял, перевожу. Этот замечательный человек Дмитрий Константинович Киселев только что на глазах у изумленной публики привел статистику, из которой следует, что самыми несчастными людьми в России являются люди, которые не смотрят телевизор. Вот она, где собака-то зарыта оказывается. Вот она, мирила счастье для россиянина. А впрочем, в этом ведь и правда что-то есть. Нет у тебя телевизора, и ты сразу начинаешь думать, чем детей накормить. Где взять денег на оплату услуг ЖКХ? На что купить жене? Ну уж не шубу, ну хотя бы дубленку, и как при этом дотянуть до следующей зарплаты? А приобрел это волшебное зеркальце, настроил, включил. И ты в мире прекрасного. Там чудеса, там леший бродит. Русалка на ветвях сидит. Кстати, хочу привести пример из личного. Письмо тут мне на медне написал один такой счастливый человечек. Видимо, как раз кто-то из постоянных зрителей Дмитрия Константиновича. Письмо касалось одной из прошлых моих программ, посвященных российскому образованию. И в той программе я показывал эксперимент, проведенный моими коллегами в одном из краснодарских вузов. Ребята опрашивали студенток в возрасте 17-20 лет на предмет знания простейших каких-то вещей. Вот фрагмент той передачи. Так, первый вопрос. Скажи, пожалуйста, кто написал произведение «Война и мир»? Пушкин? Не знаю. Не помню. Не помню. Честно, не помню. Программа была истебная, и со смыслом. В ней я пытался показать результаты реформы образования имени Фурсенко. Таких умниц, как эта, мы тогда показали в эфире несколько. И вот на днях, повторюсь, мне приходит письмо от возмущенного человечка. Я цитировать не буду, в нем ненормативная лексика, но смысл того опуса передам. Эти небольшого ума малолетки выросли и получили образование при вашем либеральном Ельцине. Что же вы сейчас, нехорошие люди, с больной головы на здоровую перекладываете и валите свои либеральные косяки, простите, на действующий режим? Дмитрий Константинович, ну вы хоть сообщите уже, наконец, своим счастливым зрителям, что Ельцин тут либеральный, 18 лет как не работает президентом. Более того, в 2007 году человек нас вообще покинул с концами. Хотя, может, это и есть счастье, жить в неведении? Ладно, это была реальная журналистика, и сегодня вот так. На моей страничке в ютубе ссылка на нее прямо надо мной, и вы найдете больше пищи для размышлений. Заходите, осваивайтесь, на канал подписаться не забудьте. В соцсети ко мне тоже заглядывайте, в друзья добавляйте темы, предлагайте, поднимем и обсудим. Я же за сим спешу откланяться, все, пока. Пока! Значит, все, все очень заняты охотой на жериха, все открыли сезон на хищника, главное, значит, холодильник. Хладильник большой.